Повысить заработную плату сельским имамам за счет грантов. Такое предложение сегодня озвучили на третьем республиканском форуме имамов в столице. Там же утвердили несколько важных документов. О новшествах в работе священнослужителей узнала Лаура Байбачанова. Республиканский форум имамов в столице организуют в третий раз, но впервые мероприятие проходит в здании Духовного управления мусульман Казахстана, которое построили буквально недавно. Сегодня в нем собрались больше 500 священнослужителей со всей страны. Событие важное не только для духовенства, но и для светского общества. Без религии человеку было бы сложно изолечивать душевные раны, да и просто находить верные ориентиры в этом сложном мире. Значимость понимают и представители системы высшего государственного управления. Глава государства поздравляет всех священнослужителей с проведением Третьего республиканского форума. Роль имамов в обществе сложно переоценить. Они проводят большую просветительскую работу в народе, основываясь на истинных канонах ислама, где мир и единство играют далеко не последнюю роль. Ельбасы два года назад написал статью Рухани Жангуро. Тогда он говорил о достижениях нашей страны, в том числе и экономических. И очень мудро было сказано тогда и о том, что если страна отстанет в экономике на пять лет, то догнать упущенное можно за десять. А если же мы отстанем в своем духовном развитии, то восстановить этот пробел будет очень сложно. Потребуются десятки лет. Десятки лет потребовалось, чтобы решить сотни вопросов казахстанских священнослужителей. В 90-х было создано Духовное управление мусульман Казахстана. Последние три года проблемы имамов поднимаются на республиканских форумах. На сегодняшнем обсудили вроде бы к духовному отношение не имеющее, но не менее важное и для священнослужителя – заработную плату сельских имамов. Многие из наших имамов борются с деструктивными течениями. Нам нужно рассмотреть механизмы, чтобы поддержать их в этом направлении. Может быть, мы будем предоставлять гранды. Сейчас рассматриваем этот вопрос. Пусть и небольшую, но законную прибавку к небольшому жалованию имамы уже могут получать. Поощрять их могут верующие за проведение ими какого-либо обряда. Об этом рассказал сегодня журналистом главной муфти страны. И прокомментировал слухи о якобы утвержденных ставках за проведение, к примеру, поминок. А у нас нету таких определенных ставок или тарифов для религиозных обрядов. Тут нету никаких понятий, которые относятся к тарифам или определенным оплатам. Вот это ошибочно. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что у нас в каждой мечети можете заходить и есть там четко определенные у них правила. Предложили в министерстве оплату за свет, воду и другие жилищно-коммунальные расходы взять на себя тем же меценатам, которые построили храм хотя бы в первые три года. Немало предложений сегодня прозвучало и от самих имамов. К примеру, создать единый реестр религиозных должностей. Этот форум, по сути, революционный. Теперь работа имамов, как и проведение религиозных процедур, будут строго регламентированы. Речь в первую очередь идет об обрядах. Теперь их 45 и проводить их будут по специально установленным правилам. Сейчас, если у вас родился ребенок, например, в разных регионах обряд будет отличаться от ныне же. Никаких интерпретаций. Все правила будут прописаны на бумаге. Лаурова Яваченова, Айян Царсимбаев. Итоги дня.